Доброе утро, Полтава! Сегодня 5 апреля 2017 года. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас? За прошлые сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. На перекрестке улиц Шевченко и Петлюры столкнулись три автомобиля. От госпитализации отказались водителя. В принципе, там серьезных травм не было получено. Врачи диагностовали гипертоничный крыс. Кому-то стало плохо? Да, да. Добрение, понятно. И улица Великотыновская под мостом, к сожалению, у нас смертный случай, поезд Паутава-Рамадан сбил женщину 87-го года рождения, которая проживает на маршала Березова-56, получила травму несовместную. А как же она так? Это при том, что там есть возможность перемещаться по мосту, переходить железную дорогу. Чаще всего люди идут через железную дорогу прямо так. Тем более, там такой, скажем, участок, который неблагополучный. Вечернее время суток там ходить нежелательно. Это вечером произошло? Конкретно по времени я вам не скажу, потому что информация у нас поступила уже ближе к вечеру. Ну, днем фотографии выставляли в соцсети. То есть, в принципе, такая информация. Сегодня уже ночью, уже постепенно начали включать отопление. У меня еще тепло. У нас уже идут первые жалобы о том, что уходим. То есть, ну, сегодня уже будет распоряжение Ваконкома. Я думаю, что... Уже сегодня заканчивается отопительный сезон. Готовимся. Ну, а так, в принципе, все. По погоде нам на сегодня обещают 16-18 градусов. Ну, как 10 нутники передали без осадки. Ну, дождик пошел. Я вам показал погоду немножко раньше. Не было дождя 20 минут тому назад. Пошел дождь. Ну, по моим сведениям, дождь первую половину дня. Дальше будет видно. Немножко он нам портит наши субботники. Наши все, скажем так, запланированные мероприятия. Потому что не так, как сегодня. Будем надеяться, что он на завтра уже подсохнет. Потому что завтра уже на первые объекты будут выходить наши школьные заведения. Ну, пока. Сергей Станиславович, немного неприятный вопрос. Сегодня я уже выставил в погоде репортаж. Я видел стабильный вывоз кучи мусора, который сейчас в нас сектор выносят. Сейчас это остановилось процедуру. Почему? Ну, на данный момент сейчас основные силы брошены на центральную часть города. То есть мы сейчас вывозим красные линии по центру. Потому что люди, скажем так, уже начали не только в частном секторе, но и помогать городским коммунальным службам. Субботники организовывать. Поэтому, чтобы это не оставалось в центре. То есть техники, в принципе, хватает. Но те объемы, которые сейчас у нас есть, именно того, что, скажем так, неожиданно появляются. Мы не везде сейчас... Объем техники не уменьшился, просто задача расширилась. Да, задачи расширились и работ очень много. Также скажем, что эта техника будет использована в ближайшее время и для развоза краски, и для всего. Понятно, то есть не габариты и вывоз баков у нас там... Как и было, так и есть, да, стабильно. Но какое-то количество техники, которое, допустим, мы будем задействовать и для других целей. Также самое это развозка и побелки, и всего остального. Да, я уже вчера видел, начинают белить уже. И уже мы начали покраску турникетов, мы видели, что уже на улице Фрунзе жег свой участок, который ему был выделенный от улицы Степного фронта до Ляли-Угурувк, уже, в принципе, покрашены. Ну, сейчас тоже будем смотреть по погоде, когда придет наша основная часть краски, будем продолжать работы, ну, чтобы же не подождем это делать. Хорошо, спасибо, удачи, до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok